Замки Любви по-прежнему находят себе местечко на мосту искусств в Париже. Влюблённые парочки словно и не замечают отсутствие части заграждения, рухнувшего в воскресенье под тяжестью навешанных сувениров. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Образовавшуюся дыру закрыли деревянной панелью, и в понедельник мост вновь открылся для пешеходов. Эти молодожёны приехали из Греции, чтобы провести медовый месяц в Париже, городе Любви. «Я никогда не думал, что это так много весит, и что из-за этого всё рухнет. Но теперь, когда я вижу с близкого расстояния, то могу предположить, что всё это очень тяжёлое». Впрочем, проблемы тяжести влюблённых всё равно не слишком заботят, и они намерены вернуться сюда со своим замочком. «Это прекрасная символика. Замок – замечательный символ любви». Мода на замочке любви пришла в европейские страны лет пять назад. Вешая их на перила мостов, влюблённые выбрасывают ключи в воду. Причём эпидемию поражает не только молодых романтиков, но и тех, кто в возрасте. «Я и не знал об этом. А сейчас, когда увидел, что произошло, думаю, что это может быть опасно. Однако надеюсь на лучшее». Многие влюблённые искренне верят, что ритуал с замочком очень важен для их жизни. «Это навсегда. Мы бросили ключи в воду, так что это навсегда». «Это навсегда». Активисты продолжают требовать от парижских властей запретить людям вешать замки на мостах. Однако до сих пор никаких мер принято не было. Мост искусств – не единственный в Париже, украшенный такими символами любви. Замочки вешают и на других конструкциях, соединяющих берега сены.